всем привет с вами марина и мои цветочные друзья на сегодня я наметила пересадку своих новичков с выставки просто они в очень маленьких стаканчиках а у нас сейчас температура стоит такая приличная не просто весенние а уже можно сказать летние поэтому пересыхают они буквально за день и мне приходится их поливать а бегонии так вообще падают заваливаются в своих маленьких стаканах и стоят опираясь на стены контейнера это же не дело поэтому вот сегодня пересаживаем кстати вот это и писты она таком стаканчике достаточно большом а само растение небольшое поэтому ее я пока оставляю земля у нее просыхает не очень быстро пусть под сначала подрастет чтобы я корневую увидела а вот все остальные они прямо но очень маленькие стаканы и я корневую вижу наверное на камеру и и не очень хорошо видно корневая здесь просматривается а расти питаться я думаю что тут уже практически невозможно поэтому вот такие кричащие растения пересадим и так у меня здесь универсальный грунт теравита я часто им пользуюсь именно для пересадки декоративно-лиственных растений в него входит кокосовое волокно немножко немножко песка перлита но перлита стало совсем мало раньше большее количество было сейчас наверное для того чтобы не удорожать стоимость растения перлита очень мало сюда я еще добавила торф аграбалт он такой сыпучий сыпучий будет работать разрыхлителем потому что у теравиты такой волокнистый немножко торф но и постольку поскольку перлита маловато то перлита тоже добавлю все на глаз по частям не говорю вообще для бегонии не боюсь добавлять много торфа у меня даже есть вообще я вам говорила бегонии которые сидят просто в чистом торфе обогащенном с удобрениями и нормально при этом себя чувствуют не очень удобно даже двумя руками хочется чтобы вам было видно и слышно но вот то есть привязана пока к камере пока не могу найти микрофончик вот такая эписция и сейчас посмотрим тут несохшийся грунт он тоже с перлитом поэтому я только слегка слегка растормошу горшочек очищать его не буду и вот посажу его горшочек девятку большего размера я думаю что не помешает больше объем еще раз говорю у нас на улице сейчас температура поднимается до 22 градусов представляете самое настоящее лето нагрянуло неожиданно вот такая эписция сорт плюм кантри тоже несмотря на то что каждый день поливаю грунт моментально высыхает много же страшно лить поэтому понемножечку и он уже сухой вообще конечно эписции бегонии они лишние влаги не любят хотя и пересушивания тоже такого резкого и долгосрочного не выносят но и влаги не любят поэтому торф для них грунт с высоким содержанием торфа верхового им подходит пока никакие листики не обрезаю и так пересадка все равно для растения это стресс поэтому пока просто переваливаю и не забываю возвращать на место этикетки а то за мной такое есть то и подписать забуду то этикетку поставить это сорт лондон я думала что меньше вот этого стаканчика уже нет стаканчиков а оказывается есть посмотрите какие еще в два раза меньше вообще просто наперсток земли вот он лондон сейчас из окна свет сегодня понедельник 9 марта на улице солнечно тепло свежо пока так с утра по весеннему а потом днем у нас начинается лето непонятно в тропике наверно окончательно превратимся никогда у нас на 8 марта не было настолько теплой погоды еще один сорт ну вот если смотреть это тот который на фотографии просто фиолетовым смотрелся он насыщенно розовый с темная окантовочка видите то есть все таки он очень очень темный я так закрою чтобы было чтобы на просвет листок не шел вот он такой сорт неизвестен покупались и писцы у еременко любы и бегонии кстати тоже которые сейчас буду пересаживать я еще очень часто у то не покупаю из ростова таня приезжает но в этот раз я не было на выставке поэтому много покупочек вот от других цветоводов вот такой красивый цвет насыщенный так и бегоши это румба пока конечно она распрепыш такой в разные стороны листики будем надеяться что начнет оформляться когда будет расти у нее получился стволик может быть потому что они стоят под лампами не на естественном освещении все-таки бегонии так вытягиваются на искусственном освещении они любят дневной свет вот так получилось не ставлю этикеточку румба не теряемся постараюсь прочитать здесь это кирли пойти флеш что ли корневая есть вот она вот этот листик я хочу убрать сейчас прямо когда у бегонии лист убираю то у фиалки выламывается он от основания а у бегонии я убираю не целиком стволик он потом сам подсыхает и легко отделяется а когда вот так отделяем то он очень легко может повредить сам стволик а инфекция нашим бегониям не нужна правда же какой-то камень попался вот слегка присаживаю в землю этот сорт это тот который с розовый такой опушением с розовым но сейчас на дневном свете этого не видно просто зеленые листочки с красноватой каемкой а когда вот я на них смотрю то еще и розовый пушок присматривается ну и вот она тростниковая бегония тоже у нее название не буду читать очень длинная сейчас начну тут спотыкаться на каждой букве и пока для нее тоже беру девяточку тростниковые бегонии не капризные мне кажется совсем они растут очень хорошо единственное что конечно долго нельзя их срезать потому что идут они вверх и хочется чтобы оформилась растение поэтому получается что жду бокового побега а его пока не могу дождаться у тех новичков которые пересадила но посмотрим дальше это для меня новые растения я на них недавно обратила внимание благодаря вот альбине она у любителей декоративно-лиственных а я в основном покупала цветущие растения хотя бегонии тоже да у меня были присутствовали пересадка закончилась сейчас покажу вам все растения которые пересажены ничего не завалить и еще несколько бегоний которые покупались тоже уже в этом цветочном нет не в этом осенью не в этом году в прошлом уже ну вот смотрите это плоды трудов сегодняшних сейчас аккуратно полью потому что корневую не тревожила ничего там не повредила я уверена поэтому полить после посадки можно и покажу вам несколько жильцов которые были куплены осенью на выставках маленькими детками посмотрите это сорт сальс комет очень красивый посмотрите какой резной листик на дневном освещении видно что он с красным таким оттенком может быть изнанка листа у него нет изнанка зеленая с красноватыми жилками а вот каемочка она такая бордово-шоколадная и вот из маленькой детки посмотрите даже зимой был рост растение очень увеличилось в объемах я не помню показывала вам или нет этот сорт он пришел от никитиной виктории из санкт-петербурга и называется чайная геро там был такой листик на длинные ножки ну и он конечно не очень декоративно смотрелся поэтому может быть я вам его и не показывала а сейчас это вот такие ракушечки на мой взгляд очень-очень живописно выглядят такой сорт потом сорт праздник тоже это была маленькая детка кстати вот эти бегуни срочно требовали пересадки погода была такая что не могла я выбраться за перлитом они растут просто в верховом торфе без всяких добавок не в универсальном грунте а в верховом торфе многие мои декоративно-лиственные бегуни растут в торфе причем я пробовала классно классман агробалт просто мы покупаем большую фасовку мешки торфянова там предприятие пергольская не знаю как ее показать вот это этот сорт у меня без названия такие у него листья сейчас стали ярко окрашенные а старый лист он вот такого цвета и он уже из общего куста выбивается поэтому будет взят на укоренение еще один сорт это разбери торт он немножко так раскидистый то есть длинные черешочки но сами листики очень красивые и тут тоже вот новые листья ярко окрашенные ярко окрашенные с такой заметной каемочкой розового ярко-розового цвета а два старых листа они уже выбиваются из общего рисунка поэтому их буду брать на размножение ну вот такая у нас сегодня пересадка с небольшим показом тех растений которые уже пережили зиму но зима это для нас как раз самое щадящее время года у нас достаточно солнца бегонии замечательно растут нас пугает лето тем более что очень рано началась жара так что пожелайте нам хорошего роста и вообще пережить жаркое время года без потерь всего хорошего до новых встреч пока 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 пока